Это мы в Барнауле находимся. Вот она как разветвляется. Вот это главное русло. И вон туда дальше видать всё. Вот тут. Видите, какими этажами идёт вниз. Раскопали всё. Кладбище убрали, храм построили. Вот этот главный мост. На трёх быках всё. Красивая расцветка. Барнаул. Оттуда можно увидеть надпись здесь где-то. Огромная надпись, что это Барнаул. Ну а там Затон или как называется. Вот дорога в Новосибирск идёт. Вот. А это вот Шахматов Алексей Михайлович. Тут приехал к нам. Тоже пошёл снимать. И вот оно как здесь. Вот здесь через деревья просматривается храм. Вот он, видать, его даже. Алексей смотрит здесь. Вот Сергей Пупков идёт. В красной шапочке. А вон дальше, видать, видно. Большая телевизионная вышка. Вот она. Она высокая-высокая. Не знаю сколько. Вот как человек всё делает. Ну, хорошая тут в ряды. Берёзы большие. Конечно, там машины вон приехали смотреть. Площадку тут всё разровняли. А там ниже вон всё это с фонарями. Какие там, я не знаю, ещё там эта площадка. Что она означает? Вот она какая-то из кривых. Там же тоже люди гуляют. Но там ближе. Сергей Павлович везёт нас тут. Молодёжь, все в брюках. Женщину встретить в юбке почти невозможно. Да. Храм, видать. Вот тут большая вышка. Вот здесь вот зайдём. У-у-у, сколько тут плитки-то. Гектары. Гектары. Вот она, огромная. И опять же, всё приближается к мосту. И там всё украшено. Это огромные миллионы. Это вот, это фонари, видать, солнечные, на солнечных батареях, что ли, я так понимаю. Да-да. Или... Или прожег. Алексей что-то там склонился вниз. Вон он, ясь. Шахмата. Это... Новенькое что-то нашёл он. Ну, он тут у нас и не дремал. Не приходилось тут просто так стоять. Смотрите, я хочу, чтобы мы... Ну, ещё... Сняли финал сейчас. Снимаете что-то? Сейчас не снимаю. Показать, как я... Я просто рассказываю. Вот смотрите, вот. Вот. Раскопали, показали, когда разбирали вот это всё. Слушайте, сейчас говорит человек. Нам надо сейчас снять финал. Ну, давай. Мы сидим на лавочке с вами. Разговариваем. Я вам там скажу несколько слов. Ну, там финальные. Так подходить кто будет? Я подхожу к вам. Никто не... Мы сидим на лавке. Все трое садимся. Вдвоём. А, вдвоём. И разговариваем. Я вам говорю несколько слов, а потом у меня будет просьба. Ну, так я должен подходить к вам или меня не будет там? Вы будете рядом со мной сидеть. Ну, вот так и говорят. А у нас двое. Нас с вами двое. А, его не будет? Нет. Вот. И я вас попрошу помолиться за нас. Хорошо. Помолитесь? Обязательно. Это то, что я люблю. Вот. Я тогда выйду из кадра, а вы встанете просто и помолитесь. Так а с вами надо? Со мной? Конечно. Ну, хорошо. Как-то так. Двое или трое, о чём согласятся молиться, то будет. Евангелие говорит. Не ложные слова Христа. Всё. Отдавайте камеру, Серёжа. А там он дальше. Видать, видно, это... Наболтайся, да? Камеру, Сергей, давайте. Давайте мне камеру. На. Цифры смотри, чтобы бежали. Не уроните. Так это можешь оторвать? Не надо? Да я не знаю. Нет, не надо. Пускай вместе будем. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Всё. Садись. А, нет. А зачем мужики так делают? Это мир. Мирские. Привычки резать надо сразу. Поверь. Да не качеваю. Ну, а дело ваше сказал. Ты бы малому упрямишься. Да не дел. Не верю в дело. Да знаете, что... Да, дескать, кому-то подчинять. Я сделаю, но такое другое время. Ну, как раз и есть вот это, есть и гордыня. А ты сразу раз отрубил... Но причем тут нагады? Я тебе про россияне рассказал. Самый великий святой. Он потихоньку убрал сразу и больше никогда не делал. Да. Я просто... Великая... Мало не верит в поле, и Бог не доверит. Никогда много, но мы поговорим. На самом деле, это за эти два дня. Мы говорим... Часа четыре, я не знаю. Я... 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 ... Я... ... И не то, что вы сказали, я не понимаю, что вы знаете, но переживите полчаса. Имеете полчаса, но не пойду. А вам? Господь ведет. Слушайте, я сказал. Благодать трех видов. Призывающие, обращающие и освящающие. Призывающие, это от меня зависит, говорить не говорить. Обращающие, напрасно, сеющие, поливающие, ничего. Все, Бог обращающий. Это то, что вы обоснуете, я не сомневаюсь. Это написано. Ну и Бог объяснит. Но у меня, знаете, помните, я говорю, что я на самом деле знаю, почему у вас получает святую жизнь. Потому что, может, народ за вами не пойдет. Может, народ и не слушает. А на самом деле, мне кажется, не слушает. Вот поэтому, для меня к вам просто, знаете, очень. Можете помолиться. И за этих, за тех, кто ругает вас. И за Россию. Да, это, знаешь, вот оград. Это там люди, жилые, добавки. Господи Боже наш, Вы писали перед Твоим святым величием. Ты обещал нам, где двое или трое будут собраны во имя Твое, там и Ты. Прибудь с нами Духом Твоим святым. Мы желаем, Господи, чтобы Ты нашел еще русский народ, обратил на него внимание, избавил от пьянства и всего неугодного, коснулся сердца правителей, дал им страх Твой святой, дабы позволили народу достойно жить, дабы было еще уделять нуждающимся. Даруй духовное рождение свыше патриархам, епископам, священникам и всей пастве, и водительство Духом Твоим святым. Чтобы слово, которое пришло к России, оно было распространено. Ты сам руководи нашими устами и сердцем. Ты позволил, Господи, Алексею быть здесь. И мы рассуждали о дивных делах Твоих. Наше сердце, да, будет расположено к Тебе. Ибо рано или поздно мы все в свое время предстанем на суд Божий. И что мы с каждым за это проведенное вместе время? Мы благодарим Тебя за милости, которую оказал нам. Ты наполнил нас радостью общения. И то, что мы находимся здесь, добудем благословения для многих людей, которые не имеют свободы, больные, парализованные, отверженные. Покажи им на эту красоту рек, который Ты создал. На надежду, которую питает человек, приходя в православный храм. Слава Тебе! Господи, прими нашу молитву и воздяни рук, как жертву вечернюю благоухание, приятной пред крестовым благодати Твоей. И соедини, Господи, нашу молитву с молитвой всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся нас во благо нам. И прими нашу молитву во всех, безопадавших нам молиться о них. Спаси и помилуй. Аллилуйя. Аминь. Я очень позаболю Вас, что приехал сюда. Дорогой, Господи, не пустой поедешь. Подожди, подожди, подожди. А это все умеется. Я бы тебя никогда еще не было. Каждое слово будет вспоминать. Что такое заповедь, как мы бьемся за каноны, в этом святость, в этом стремлении удержаться на том, что мы имеем не отступить назад людей. И вы видели, у нас свободно люди себя чувствуют. Их не тяготит не эта форма, что одеты по русскому, старорусскому обычаю. Не как дети здесь. И занятия отдельно с детьми идут. И как служба идет, как батюшка. У нас никто не выпрашивает, батюшка, позволь не постичь. У нас этого нет. Кто бы ни пришел, какой бы ни был человек, он у нас найдет место. Но соглашенными будет выходить даже президент. Когда скажут, с миром мы зайдем, тогда любой может опять дальше заходить. Я старался, чтобы вы проникли в каждое место, где у нас были. Такую дать человек ехал. Чтобы не сказали, вас где-то не допустили. Я еще вас не провел в свое жилье, ну не знаю, в семье. Но обратно пути мы заедем. Можем. Там вы увидите, ну не для распространения, просто так. Как это? Для распространения. Там осуждать будут, дескать, вот живет он так. Я православный, я знаю жития святых. Я на себя не трачу ничего. Вот на мне вот это, вот это подарила сестра. У меня все чужое. Ну, выброшенное, подремонтированное. И мне в этом не тягостно, мне радостно жить в этом. И каждая копейка, которая от меня куда-то пойдет, она принесет только благословение. Вот говорят, а ему где-то дают. Да, дают. Но ни на одной стагинации моих отпечатков пальцев нет. В этот же день едет со мной человек и получает. Посылка ли посланная откуда-то. Я ничего не запускаю в дом. Это жизнь. Вот я был сколько в Америке, они не могли мне носки сменить, не могли мороженое ускорбить. Я их огорчал этим очень сильно. И в дороге, которой проехали мы, 120 тысяч километров до Благовестия, на Миссионерской. Они наши все брали рыбу, все там ели. Я никогда не делал это. Только самое дешевое. Я к чему это говорю? К тому, что не осуждайте за это, что я так делаю. Я это делаю любя. Это моя жизнь просто вся в этом состоит. Вот Сергея, видишь, познакомил. Он кинолог. А я с собакой занимался и дорогой. Я вам говорил, как с первой поездки вернулся чемпион Сибири, со второй поездки чемпион России. Так что все от Бога. Это не то, что я стремлюсь к славе какой-то. Я эти слова даже не знаю. Ян Атаус говорит, слава имеет определенное свойство. Когда кто за ней гонится, она от него убегает. А кто от нее бежит, она за ним гонится. У меня нет ни тех, которые рекламируют меня, как говорят, там что-то, ну, так принятое. Говорить, что вроде бы человек начал, пиарится, слова-то не знают. У меня этого нет. Мне не надо даже думать, что кто-то не примет. Все дело в том, что Бог это все берет на себя. Ребенка должен наказать за непослушание. А его отнимут. Это не моя задача. Это Бог сказал, и я повинуюсь. А будет плохой результат. Благодарю. Я заранее благодарю. Написано, за все благодарите. Так что обсуждать можно и осуждать можно, но толку мало будет. Надо работать. Я говорю, 21 тысяча сел разрушено в России. Почему никто ни одно православное население не строит? Мы начали. Да немного, но мы показали пример. Зарегистрированный храм, школа, учителя, люди едут. Любое дело, где ты бываешь, ты начни с практической стороны. Я вот вернулся, 18 лет с тюрьмой сотрудничал. Еще только мы не было там. Мне такое доверие было. Дела давали. Как следователю. Я в отдельном кабинете занимался. И с этими людьми, как следователю. Прокурор края. И главное, в убийстве пять человек участвовали. До суда трех выпустили. Так они не знали, эти люди такую моллу про меня пустили. Вроде, я тюрьму разрушил или всех выпустил. И притом, я ничего не делал. Молились. Молился. И поэтому я верю, что Господь это устроил. Мы за вас молились, чтобы вы долетели. А мне жена ваша сказала, Лешенька, помолись, чтобы Господь тебе вернул. Да. И даст? Даст. Приходящего ко мне не изгоню, он сказал. И вот эти слова, когда тогда вы видите, что ближе, чем мы, вам друзей не будет никогда. Когда у вас сердце повернется, вы смотрите, на кого вы были похожи, что вы делали с образом, даже внешне. А когда начнете посты соблюдать, утренняя молитва на позиции. Ну, начинается. Не нравится, что ты говорил? Э, ломай. Через колено, как ты. Написано, отвергнись себя. Возьми крест и следуй за мной. Вот это. Говорили, молились. Так мы молились вокруг Храма Христа Спасителя. А с одной стороны заперто было. вызвали дежурного, открыли их из-за шестой стороны. И везде поднимали руки и земные поклоны. В Москве? В Москве. Храм Христа Спасителя. Молились за Россию и за все у нас зарегистрировано. А рядом, прям с ними, через столько, храм видно, Персеневка. Там, как Гегумен, Кирилл Сахаров. И у него, когда бы и не был, он сразу меня переодевает форму и я туда пропали стою. О как. А хотелось быть священник? А? Хотели быть священник? Нет. Нет? Нет. Я когда говорил, митрополит Виталий настаивал, а потом говорит, наверное, кое-где вам будет закрыть. Я говорю, вот эта форма, одежда, она меня будет отталкивать от людей. Я свой, где бы не появился. Я свой, потому что из этой среды. даже нельзя сказать, насколько я здесь свой. Каждая собака меня знает. Слава тебе, Господи. Слава. Да, слава тебе, Христе Божий наш. Хорошо. Так, сейчас приедет великоптер и нам нужно будет вот это движение повторить. С кем? Сейчас нас снимут с волка. Сейчас приедет человек сюда. О, Владислав, смотри, что надо. Вот мы, это, Игнатий, значит, смотри, мы стоим, мы молимся. У нас мы заканчиваем молиться, стоим вот так вот. И вот у тебя, вот оттуда, вот-то, начинает отлетать вот туда и улетает вверх, отрицает на Барнаул. Воби утонет. Так, давайте нам идем на полетку. они квадрокоптером вашу молитву к Богу хотят поправить. Ну, что-то смеяться. Такая вера. Вон, элеватор около нас, который. Да, точно. Это самое высокое место в окрестностях. Ты смотри, какую вышку вы влепили. Значит, она нужна? Вот эту вышку-то? Да. Смотри, сколько оборудования на ней. вон на той высоте и дальше, Туда вот лезьте сейчас, побоялся бы лезть. Ветер такой. Вон она, машинка у него стоит. Ты снимай ее, машинку. Что мне унесло ветром, смотрите. Ну, да, я тоже думаю, там сейчас начнет быть на реке. Это новая игрушка-то, я знаю. Ты еще думаешь, да? Да. Вот. Я жалю сюда. Ну, это так, директно, там, куда стягивили, взять можно, а ну, еще не взять. Идет. 80 тысяч рублей. Так что, все, обдумайте, чтобы беды не было. И там. Иди, подержи. Пошли. Мамочка, тут у вас уже батарейка садится. Понятно, понятно. Смотри. Сохранится файл, если не выключать? Ну, вон, маленько. Покажи дым вот этот. Выключи тогда сейчас. Сохранится. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok